Соединенные Штаты. Казалось бы, это одно из самых благополучных государств на планете, но уже не первый год и не первый президент там спорят о том, каким должно быть национальное здравоохранение. И это на самом деле тема номер один в Америке. Почему Барак Обама считал свою реформу здравоохранения исторически важной для США? И почему Дональд Трамп пытается теперь ее отменить? Выяснял Дмитрий Анопченко. Налоги, цены на бензин и стоимость медицинской страховки. Для большинства американцев именно это, а вовсе не внешняя политика страны, критерий эффективности власти. Вопрос, который способен объединить или наоборот. Америка сейчас разделилась. Кто-то категорически против Обама Кэр, кто-то как жить без нее не представляет. Социологи недавно решили выяснить, отчего же американцы боятся больше всего. Провели масштабное исследование, предложили на выбор 80 самых серьезных угроз и установили, огромная часть общества боится загрязнения рек и озер. Очень многие американцы напуганы ядерной программой КНДР и возможностью третьей мировой войны. Но в этом антирейтинге есть и две топ-позиции, два самых больших страха. Вот посмотрите, 74% населения, больше чем две трети жителей Америки, сказали, что их пугает возможность коррупции. И 55% американцев больше, чем каждый второй. Признались, они напуганы будущей отменой Трампом Обама Кэр, медицинской реформы. Только потому, что они не понимают, что в этот момент изменится в их жизни. В этой клинике в штате Вирджинии уже с 6 утра занимают очередь. Приходят рано, лишь бы только к врачу попасть, ведь работают тут бесплатно. Принимают тех, кто остался без работы или пособия, а значит и без полиса. Сейчас у каждого есть хотя бы шанс снова получить страховку. Но если систему поменяют, лишив всех нас такой возможности, кто после этого сможет помочь? В этой клинике пока справляются, но уже решили для себя. Скорее всего закроются, если из-за предложения Трампа в Конгрессе все-таки проголосуют. Ведь помочь всем желающим уже не смогут, а одним отказывать, а других принимать тоже ведь неправильно. Теперь столько всего поменяется. Мы и рады были бы, если бы наши услуги вообще не были нужны. Но реальность такова, что изменения коснутся слишком многих. В бюджетном управлении Конгресса подсчитали. После отмены Обама Керр всего за несколько лет 32 миллиона человек останутся без страховки. А значит и без медицинской помощи. Идея Обамы вроде бы выглядела просто. Сделать медицину доступной. Подписание указа в 2010-м аплодисментами встретили. С этого момента каждый под угрозой штрафа обязан был иметь страховку. Налоги на медицину подняли. Взамен ввели льготы и субсидии для неимущих. За тех, кто не может купить полис, платит государство. В итоге бедные страховку действительно получили. Но для остальных ее цена выросла. А качество медпомощи откровенно ухудшилось. Не поверите, в этой стране медицинскую реформу пытается провести каждая администрация еще со времен Второй мировой. И если честно, все предлагают, но результата ведь до сих пор нет. Зато все и обещали, будет универсальный план. Не исключение команда Трампа. Вместо Обамы Кэр Белый дом сейчас просят однопартийцев принять документ на 120 страницах, который сами авторы назвали лучшим в мире планом по здравоохранению. Но конгрессмены его раз за разом проваливают. Кто-то изменения считает недостаточно глубокими, кто-то уж слишком жесткими. Но не менять ничего тоже нельзя. Ведь дошло до того, что страна стала тратить на здравоохранение рекордные 18% от самого большого в мире ВВП. А вот для Дональда Трампа отмена главной реформы своего предшественника – это не только выполнение предвыборных обещаний, хотя именно с этим лозунгом он прошел всю избирательную кампанию и получил серьезную поддержку, но и возможность залатать дыры в государственном бюджете. Трамп во всеуслышание заявил, что за ближайшие 10 лет он намерен сэкономить огромную астрономическую сумму 4,5 триллиона долларов. И 250 миллиардов из них – это как раз деньги, которые бюджет получит из-за того, что не будет финансировать Обамакэр. В итоге старую реформу Белый дом торпедирует и свою провести пока не может. Споры, митинги, протесты. А в бесплатной клинике в Вирджинии очереди все больше. Стараются успеть. Слишком многие чувствуют, что перемены скоро. Не похоже, что для большинства это будут хорошие новости. И если уж что-то менять, то по идее менять к лучшему. Правда? И может пока не поздно, власти еще раз подумают. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.